Для кого не секрет, что просмотр стримов плотно вошёл в повседневную жизнь пользователей всемирной сети. Однако стоит заострить внимание на слове «жизнь», ведь у неё есть как светлая, так и тёмная сторона. Так, кто будет сейчас издеваться над буквой «Р», того выебу в жопу. ...со всеми её проблемами и казусами. А это значит, что именно они могут попадать, пускай и не преднамеренно, на всеобщее обозрение, благодаря таким сервисам, как Twitch, YouTube и так далее. В этом айсберге рассмотрим случаи, которые можно назвать подноготной, в какой-то мере скандальной страной. Ебать здоровый нахуй! Вас будут чмырить за ваши деньги. А в конце расскажу совсем уже мрачные случаи, которые слабонервным видеть не рекомендовал бы. Хочу заранее выразить благодарность тем зрителям канала, которые в специально отведённой теме появились историями. Часть из них вошла в это видео. Итак, предисловие подходит к концу, пора начинать. Опасный жест Бэбэй, он же Бабай, Бобой и Биби и так далее можно продолжать до бесконечности. Очень веселый и оригинальный автор YouTube контента и стримов. Должен отметить, что его аудитория не отстаёт по степени оригинальности. И вот в чём дело. Зрители онлайн-трансляции периодически пытаются под... А где это? А, это русский стример. Ну, может не русский, а русскоговорящий. Я просто увидел мем-алерс у него. Видите, доктор замесил стратегический прогноз. Понял. Колоти автора, подвести под бан смеха ради. Давайте посмотрим несколько примеров. Бабай, Бабай, можешь поставить камеру на экран и на вытянутой руке измерить расстояние от неё до себя? Просто интересно, насколько ты далеко от экрана сидишь. Ну, хотя камере, ну, вот, вот где-то такое вот расстояние. А мы не в курсе. А чужой? Ты зиганул. Когда? Уйдите. Я, я... Я, значит, серьёзно, на полном серьёзе вам... Я, я реально проникся донатом, типа, насколько у меня большое расстояние от монитора между мной, блядь, а это... Блин, а это всё оказывается просто шутить, чтобы меня развести на вот это... Или другой. Да. Большой... Вот откуда осуждаю донат. Спасибо за 10 тысяч. А правда, что в 27-летие люди делают выбор между сушенцем и приколами? Абсолютно, абсолютно я фашистов. В 20... Яфа. Я не знаю, на кого вообще эта хуйня рассчитана. На зумеров, получается, в мире стриминга, я имею в виду. Потому что, ну, заядлого стримера такой хуйня не избавить. Шист Яфа, да! По просьбе подписчиков телеграм-канала публикую следующую историю. Нет, я не буду рассказывать историю про сиротку. Ладно, блядь, в пизду. Я сразу говорю, все те, кто будут вонять в комментах, говорить, что я тварь, уёбок, паскуда, это было давным-давно. Я уже давно хороший человек, я уже давно 150 раз исправился. Я этим не горжусь, я не хотел этого рассказывать. Но меня вынудил это рассказать чадо. Я не хотел этим делиться. Никогда так не делайте, ни в коем случае. Чай Е. В общем, я с некоторыми людьми был в гостях у одной тяночки. Она сиротка была. Мать у неё в аварию попала. Отец у неё от какой-то неизвестной хвори помер там, как чёрной жижи болевал. И, короче, она в итоге выжила у своей тёти. Вот так. Нормально училась в школе, в принципе, не переживала. Была такая на позитиве анимешница. И однажды пришли к ней в гости. Я и несколько людей. Ну, просто там за компанию там. Челик вообще к ней в гости пришёл. Я чисто так за компанию припёрся. Чисто заскочить. Ну и, в общем, чё ты меня... Я осуждаю заранее. Если ты её трахнул или что? Респечила пойти в толчок. А там санузел был. Там, короче, и туалет, и ванна в ванной комнате. Я такой думаю, покурить можно в туалете? Ну, конечно, да, конечно, 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 там спокойно можно в туалете. Я беспалю, всё, пошёл, сел в толчке, блядь, курил. И чё-то мне в голову... Ну, блядь, и это, на... Не звони мне больше сюда, не пищи, блядь. Я занят. Вы ошиблись номером. Канал называется Братишкинов, а не Каша88. Всё. Другое место набирать. Я украинец, ребят. Что? Хорошо, ладно. Это вот этот мужик, блядь? Я украинец. Хорошо, ладно. Значит, получается, чел, украинец, пришёл к сиротке домой. И та, покурить решил. Да? Дальше. Ну, пришло. А я же тогда вообще аморальная тварь был. Ну, такой, знаете, такой... Такой... Жокер. То есть, максимально нигилист. Я специально вёл себя как мудак, тупо потому, что я считал себя мудаком. У меня максимально было такое, знаете... Блядь, он насрал в такси или нет? Пубертат, увидел мир. У меня был такой максимально юношеский максимализм. Потому что я вот говорил, я кончу, блядь, а значит, я должен вести себя максимально как конч. Ну, короче, я взял и подключил ей в диспенсер с жидким... Ты чё, мудак, вообще? Моё лицо. Блядь, это пи***ц. И тем не менее, Бабей дарит своим зрителям заряд положительных эмоций. И его истории привёл с одной целью показать, как участники онлайн-трансляции провоцируют авторов на те или иные необдуманные поступки. Да, бричный чурочек, ребят. Так, это ебать, это тёмная сторона стримеров, да? Ну, то есть, он подрочил в диспенсер. Ну, он хотя бы это сказал или что? Пи***ц, у меня плюс одна фобия. У меня Лагода в гостевом туалете хуй мыл в раковине. Можно про это рассказать? Блядь, с вами снова я. Потому что он туда тоже в диспенсер надрочил. Иначе зачем ещё хуй мыть, да? То есть, вы спросите. Чтобы писька к трусам не прилипала клеем. Нешуточные страсти разгорелись в русскоязычном сегменте Ютуба в апреле 2016 года. Я ем завали ебал. Чел, не ешь эту хуйню. Туда надрочил. В том, что на популярного Майнкрафт-блогера Фиромира было совершено покушение со стороны хейтеров, которое привело к поджогу входной двери автора. Чем он... Да, мы помним, его папа рассказывал, что он похож на того человека, как будто бы его вербовали в Сирию, да. Мы помним. Если что, реально, это я не выдумал. Это его папа такую хуйню угродил. Не применул поделиться в поистине легендарном видеопрощении. Можете видос даже найти. А его папа, кстати, если что, ну, смуту разрабатывал. Дальше вечерочек, ребята. Это вот этому, кто, блядь, вот эту хуйню сказал, дали один миллиард рублей на разработку. Какая-то смутная история, блядь. Это, блядь, это, блядь, это, вот, проходит пять минут, как Вова запустил стрим Вовин Донат. А с кем я общался, они все предали меня. На тему нападения было выпущено сотни, а может и тысячи видео на ютюбе от разных авторов. Однако вопрос оставался один. Все ли происходящее в веб-сериале Фиромира правда? Нееет! Это что, на той же квартире сиротки происходило? Сука, диспенсер реально накончали, отвечаю. Или не соврал. Все хитро выдуманная постановка. В этом эпизоде я не стал ставить цель сделать обзор на весь сериал, созданный Фиромиром. Однако хочу обратить внимание, что, возможно, это был первый случай... Вот это первый случай, когда залысины появились впервые не у шефа, а у Азлагора. В российском ютюбе, когда автор смог разыграть спектакль, участниками которого стали тысячи заинтересованных зрителей. По словам отца Фиромира, Алексей... Вот этот видос! Блять, вот он, вот он этот видос! Сейчас он тут скажет. ...копцева. Все происходящее было постмодернистским шоу с элементами угроз, насилия и так далее. Нечто вроде популярных квестов, новых комнат страхов, которые посетители ищут путь на свободу. Убегая от маньяков с пластмассовыми бензопилами, вымазанными в бутафор... Охуенно! Кто ни разу не ходил на квест, сходите на какой-нибудь перформанс, ну, без контакта. Вам очень понравится. Это безумно окупает свои деньги, это очень необычно. Можете зайти, посмотреть с друзьями, сходите ли с подругами, бля, вообще пиздец, как охуенно. Под впечатлением уходишь. На электрозаводе, если сейчас не закрылись, там есть два пизданых квеста, где отстроена локация, которая, блядь, шатается. Там целый дом, где просто страшно. ...крови. ...электрозаводская 21, это чё, хлеб-завод вот этот, поняли? Там много кто из вас, наверное, фоткаться туда ездил. Вот, там много всяких компаний прямо на электрозаводе. Там и квесты есть охуенные. ...чувствует себя сейчас знаменитый некогда ютюбер и стример. Карина, Карина, ты здесь? Да, блин, у тебя такой большой танк. У меня такой большой танк. Вики, пока ж нету. Вики, пока нет, давай пошалим немного, Карин. Давай, у тебя такой большой танк. Я залажив, я открываю люк твоего танка. Я залажив в твой танк. Я начинаю знакомиться с твоим экипажем. Вот так он, вот так вот, блядь, он едет. Я расстёгиваю свой боевой комбинезон. Я начинаю щу... Я заряжаю голду на 20 рублей, блядь. ...твои снаряды, Карина, твои снаряды. А, я просто в танки играл, ты видишь? Какая швабра пришла? Спустя 7 лет после известных событий уже повзрослевших фирани... Чё-то лицо знакомое. Это Вика Фром Днепр? Да? А как они вместе играли у Мелшера в бунтинге? Или в чём мы там играли? Она до сих пор девушка его? Ааа, я думал он нет. ...вернулся на просторы всемирной сети с новым контентом. Да, Бречевич. Ребят, с вами снова я, Вайнкрафтер Пирамир. Алло, пиздон, это не может быть такое, нахуй, это шапка. И сегодня я брею. Хотя нет, нихуя не шапка, он же лысый сидел, реально. Увоз. Как будет развиваться дальнейшая судьба этого великолепного человека, покажет время. Сопутствующий ущерб. Я надеюсь, тут по нарастанию идёт, да? Кирилл Зирянов, он же ВИДЖ... Бля, ну... Легенда, бля... Дудос! Так, кто не знает, это легенда, если что, твича всего, нахуй, поняли? Папич просто, ну, отдыхал, нахуй, где-то рядом. Просто нежно покуривал папироску, бля, из Беломор-канала. Я вам сразу говорю. Это топ геймер in the world стримил на твиче и почему-то не улетал в бан за пи***ц какой-то. Но улетал в бан за какие-то, бля, слова, нахуй. Я до сих пор помню вот эту фразу, где он идёт на улице, и до него доебался какой-то чел с пистолетом. И он на него вот так пистолет наводит, и он говорит, стрельнешь, я твою мать выебу, нахуй. И тот стреляет. И там пи***ц начался. Я твою мать выебу. Это был просто разъёб. Оно и неудивительно, ведь именно он является родоначальником трэш-стримов в российском сегменте интернета. На этот раз скандальный стример вступил в коллаборации с не менее известным блогером Озоном в 671 Games, о котором, конечно, можно рассказать целую отдельную историю. Суть этого фрагмента в том, что, будучи уже в изрядном подпитии, ведь же Линкс совсем не по правилам хорошего тона в гостях, стал наводить суету. Че, телек снимет, по-моему, да? Телевизор, мирно находящийся на стене, каким-то магическим образом манил и привлекал внимание Кирилла. Впрочем, хозяин квартиры Озон решил не препятствовать чересчур активным действиям приятеля. Впрочем, как обычно. Это далеко не единственная выходка порочного дуэта, и это... Пейте там ему сразу собрали, я думаю, на новый телек. ...это еще очень безобидный случай. Ну да пи*** там же. ...правильно заплатил. Истории в Айсберге будут состоять не только из практики СНГ-стримеров, а еще, разумеется, из случаев в западном сегменте интернета. Давай-давай. Согласно правилам Твич, на сервисы не разрешается полностью или частично обнажаться. То же самое, как... Не, мужик, ну ты тоже такие вещи говоришь. Но если бы это реально работало, у нас бы тут не было бы б***ь очка вот этой и на лобок, на вагинку свою. Спереди, сзади камеру и сидеть на стульчике прозрачном, еще снизу камера. Давай тоже не сочиняй. На заборе вон тоже что много написано. И что, значит работай, значит это правда что ли? Да, факт, так было в правилах написано, но всем по***й. ...касается материалов сексуального характера. И некоторые стримеры прошли по лезвию ножа, когда играли в киберпанк. Ой. В одной из миссий главный герой попал... Ну не, это какая-то хуйня. ...пойдет в клуб, где оказывают интересные услуги. Именно там можно непроизвольно засветить контент, который мог... Ну чё, мужик, ну б***ь, это хуйня. Алло, у меня интернет упал или что? Почему молчим? ...как бы нарушить правила сообщества. Именно такой фрагмент был показан... Не, мужик, если честно, ты вот сейчас это добавил? Ебать, я такой нарушитель, если что. Ты бы видел, что я делал в киберпанке. У, а в симсе что мы делали? А ты бы видел, как мы в Драгонс Догме персонажа создавали? А как мы в киберпанке том же, б***ь, персонаж... Ебать, там пиздец, там, наверное, просто жесть. На онлайн-трансляции у известного ютюбера, твич-стримера, xqc. Ну, короче, это хуйня, б***ь, сори. Просто игровой контент, он не имеет никакого отношения к ролику этому, это хуйня. Может, он просто для тайминга добавил, б***ь, рекламу шуле отбить. Айсберка. Тень стримера. Когда мы слышим слово стрим... Ой, какой милей. Смотрите, какой-то тут еще видео, блин, тут написано, блин. Какие невольно закрадываются ассоциации. Автор, комната, вебка и контент. Тем не менее, бывают случаи, когда... А, это, наверное, в самом видосе. ...до стримеры показывают свою жизнь в прямом эфире и на улице. Именно такую трансляцию вел Брайан Бранштейн, он же Рэкфул. При этом на улице вечером иногда бывает небезопасно. Макайс. Во время легкой прогулки Брайан заметил, что некий молод... Рэкфул, да. Его больше нет с нами, по-моему. Если я не путаю его. ...человек как будто бы случайным образом оказывается рядом с ним. Для вида стример заходит в магазин, но по ощущениям он уже немного напрягся. В чате зрители потихоньку начинают рекомендовать давать дёру. Но автору как-то от этой мысли становится некомфортно. Через пару секунд становится очевидно, что человек в медицинской маске идет по пятам стримера. В чате обращает внимание на татуировки преследователя. И как бы шутят, что на автора объявила охоту якудза. Рэкфул до последнего не хочет верить, что за ним следят. И шепотом говорит, что если его продолжат преследовать, то он напугается не по-детски. Повернув за угол, Брайан включает режим побега. Однако из далека молодой человек окрикивает стримера. И в итоге выясняется, что это был фанат автора. И следовал он за ним просто... Пиздец, это ебать как крипово нахуй. ...потому что его узнал. Однако стример не на шутку испугался, ведь действительно ситуация произошла не самая комфортная для обычного человека. Думаю, мало кому понравится, если вас будут долго преследовать на улице. Примечательно то, что дальнейшая история жизни Рэкфула подпадает под категорию бездны. Более подробно об этом можно посмотреть в айсберге темной стороны стримеров, часть первая. Бытовой прибор. Богдан Багиров, известный как Гексаген, проводил стримы на Twitch, где у него было более 165 тысяч фолловеров. Долгое время находился в топ-1 и был одним из самых популярных стримеров по второй линейке. И был он совсем не чушь, разным экстравагантным поступком. Например, на одной из трансляций Гекс решил, что настало время применить пылесос с целью увеличения своего потенциала. Не, ребята, это жёстко. Вы чё, угонитесь? Это Unreal просто. Такое нельзя делать. Братан, нори. Что же этот звук? Впрочем, часть зрителей посчитали, что это постановка. Есть одна очень мрачная деталь. Если найти оригинал видео на YouTube, то в комментариях подписчики прощаются со стримером. Всё дело в том, что 8 марта 2022 года, находясь в Турции, в Стамбуле, Богдан Багиров умер в возрасте 30 лет. Причиной смерти стал несчастный случай. Плохая шутка Кому в здравом уме придёт идея издеваться и смеяться над больным раком? Ютубер Мия, она же Playmate Tessia, спровоцировала легендарный скандал и стала претендентом номер один на звание самого задизлайканного стримера всех времён и народов. Причина в том, что во время онлайн-трансляции она в уничижительной форме прокомментировала болезнь своей собеседницы. Бля, ебать, мразь вообще! Реакция зрителей была молниевая. Под фрагментом из стрима, который был загружен на YouTube, можно найти тысячи гневных комментариев. В результате отец Мии увидел это видео и в итоге выгнал её из дома. Впрочем, из-за низкой популярности Тесси скандальная история быстро заглохла. Позже она выкладывала короткие влоги, которые накрывала неопредалимая волна хейта. Занимайтесь любовью. Вот тут история о том, когда отмена реально нужна была. Вот, пожалуйста. Чела наказали. Но чем, блядь, дизлайками? Пссс. А не Варкрафтом. Именно так называется один из эпизодов замечательного сериала «Южный парк». По сюжету, команда всем известных героев мультфильма играет в World of Warcraft, однако в процессе... Выгнали из дома и сломали карьеру. А, найс. Хорошо. ...талкивается с неразрешимой, на первый взгляд, проблемой. Их персонажей убивает и не дает прокачиваться загадочный игрок явно более высокого уровня. Проволака с собой. Стэн, Стэн, Генни и Карпман решают уделить максимальное количество времени для зарабатывания опыта. Примечателен тот момент, что когда ребята сидят в подвале дома Карпмана, и он же вызывает свою мать для того, чтобы она принесла тазик, ведь ему ни в коем случае нельзя отвлекаться от игрового процесса. А теперь давайте представим, что такая же ситуация произошла на стриме. Автор с никнеймом PlumpRampStamp, который чем-то внешне напоминает антигероя эпизода из Южного парка, увлеченно играет в любимый Warcraft. И в полуг геймплее с ним случается вот такой вот казус. А чё? Как написал один из комментаторов, неважно, насколько плохой вы считаете свою жизнь, просто помните, что вы не этот парень. Водная гладь. Послышалось, Володя, глянь. Ой, увидел случайно. Ладно. Трэш-стримы совсем не уникальные явления в русскоязычном сегменте интернета. Стоит отметить, что этому направлению посвящено творчество западного стримера по имени Эрби. Для одного из желающих он придумал нетривиальные испытания. Нужно было провести три дня в шкафу, причем зрители за небольшую сумму могли сильно осложнить жизнь испытуемому. Например, поставить на повтор громкую, надоедливую фразу. Подстрелить из водяной пушки. Начать сверлить под ухом. А ещё... Ой, это мне напоминает, помните, вот это про азиата какого-то, помните? Видос был, мы смотрели. Произвести яркую вспышку. Что ж, конкурсант от всего происходящего находился явно не в восторге. Кошачья атака Кошки достаточно своевольные животные. По интернету ходит шутка, что не хозяин заводит котика, а совсем наоборот. Возможно, это и не шутка вовсе. Девушка по имени Сараки проводила стрим и ничего не предвещало беды. А, да-да-да, вы помните этот момент? По-моему, мы уже стримили как раз. Она повернулась лицом кошки, как бы привлекая внимание своего питомца. Впрочем, ответная реакция была весьма жёсткая. Кошка царапнула стримершу прямо в глаз. Пи***ц, да? Прям на трече было, это хуя. Кошка прям лебанула. Через некоторое время девушка восстановилась в большой радости своих фанатов. Не время умирать. Тяжёлый видос, пи***ц. Неприятный случай произошёл со стримером Гросс Город, который спокойно себе играл в Лигу Легенд. Внезапно он услышал лазь собаки и неожиданный и при этом настойчивый стук во входную дверь. В комнате авторов нарисовались вежливые и в то же время насторожные официальные полиции. Да, у меня тоже такие были. Стример начинает с пены у рта объяснять, что его домашний адрес стал известен пользователям всемирной сети и кто-то не поленился вызвать на него наряд. И самое забавное, что параллельно он продолжал фармить крипов. Многозадачный, однако, молодой человек. Зрители тоже активно присоединились к перформансу. В процессе допроса стримеру прилетел донат, в котором было написано, что у Гросса есть тайник под кроватью, и его немедленно стоит обыскать. Также интересные реакции явно обескураженных полицейских, которые впервые столкнулись с такой инопланетной деятельностью, как стриминг. Ведь они явно были удивлены, что люди платят за то, чтобы посмотреть, как кто-то играет в видеоигры. Я имею в виду... О! Мы чем-то похожи. О! В итоге... Да-да-да, дефолт. Получается убедить офицеров, что ничего страшного не произошло. Однако, стоит задать вопрос, а какой был повод для вызова полиции? Дело в том, что один из зрителей позвонил в участок и сказал, что стример убил всю свою семью. Звучит жутко, и этот факт объясняет некоторую растерянность офицеров, когда они прибыли. Ведь, скорее всего, они ожидали увидеть совершенно другую картину происходящего. Так, а чё вы, пи***ц, пи***ц орёте? Меня так же был, алло. Я вам рассказывал. У меня сказали, короче, то, что я держу в заложниках свою девушку, и мне нужно под дверь положить миллион рублей. Иначе, если дверь откроется, я буду стрелять. Или убью, типа, чё-то такое. И ко мне приехало, блядь, чё-то четыре машины с автоматами под дверь. Я открываю дверь и в ахуе стою. Я говорю, чё? Ну, то есть, это ни хуя не смешно. А один раз было то, что у меня мой этот дядя открывает дверь, и ему просто, блядь, автоматом въебало тыкают. Как вам такое, нахуй? Потому что заявили то, что тут всю семью разъебали, нахуй, в этой квартире, и что человек вооружён. И что если как только дверь откроется, эта мразь, ебаная, написала, что как только я открою дверь, типа, это я заявил о себе. Я, типа, начну стрелять, как только дверь откроется. Пруфы. Какие те пруфы, нахуй? К тому, что ко мне полицейские ходили каждый раз. И то, что среди моих зрителей есть хуйосы конченные, которых бы по-хорошему чисто пальчиком чикнуть, блядь, чтоб все знали, что это хуйос. Я очень рад, что у нас технологии идут, блядь, и таких хуйосов находят, если чё. И, ну, пи***ц. Вот если ты думаешь, ха-ха, я там ложные вызовы делал, не нашёл. Нашли другого, на который твои вызовы повесили. Это долго, но вычисляют потихонечку, да. Их находят. У меня ж был случай, что типа нашли, который мне... Чё-то он там заявил. Одного типа, короче, нашли сразу. Причём, бля, он там чуть ли не на восьмёрку отъехал, потому что на него повесили ещё, блядь, ложные вызовы ТЦ-шек, школы, всё на него повесили. Ну, им же надо как-то закрывать отчётность, а тут есть козёл отпущения, который уже проебался. Ну, и он, короче, ну, там пи***ц как было, меня даже звали поехать туда. Но я такой думаю, да нахуй надо, типа, мне и так закроют его, и всё. Типа, бля, быдло получило по заслугам. Другие, типа, растут школьники, которые так же делают. Вы думаете, чё, не найдут никого, что ли? Повезёт, если ты ещё и пи***ц, тогда твою мамку тоже выебут с папой, нахуй, вместе. Это стрёмная хуйня, потому что никто не знает, какой тебе полицейский попадётся. И повезло, что никто не стрелял. Но вот вы, прикиньте, вы полицай, вас вызывают на вызов, где чел, блядь, вооружённый, расстрелял всю свою семью, сидит за дверью и, нахуй, ну, сам на себя заяву накатал. Ну, то есть это псих конченый. И заявление написано, что я буду, что, типа, это я накатал, и что как только дверь открывается, он начнёт стрелять. Но вот вы полицейский пи***ц, вам 20 там с хуйни лет. Нужно проверять информацию. Охуенно, блядь, мужик. Давай не будем рассчитывать на человеческий фактор, в принципе. Это жутко, пи***ц. Поэтому, когда смеётесь с этой хуйни по поводу того, что кто-то ложные вызовы вызывает, ну, делает, очень удивитесь, как я отношусь негативно к снайпингу людей вообще, в принципе. То, что какой-нибудь хуйно сможет рассказать, кто где живёт, и потом, блядь, это пойдёт, 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 как сарафан на радио, и дойдёт до уёбков, которые мне жизнь просто будет ломать каждый раз. Каждый раз, блядь, рассказываю про свои истории, о том, почему я не палю адрес, почему я такой шизик, это ж пи***ц мне как по голове дало. На меня-то по***ть, господи, пусть тут влетают, хоть мне в ноги высадят. Мне похую, мне прям пи***ц как за родственников, очень страшно. Поняли? Люди взрослые, старенькие уже. Поэтому я и хочу, блядь, вот просто как ху***ина вот это выглядит, посмотреть. Ну, типа, я б тебе жизнь, сука, сам лично бы сломал. Осуждаю максимально, но конченые ублюдки, которые заставляют органы отвлекаться на всякую ху***ю, пока реальное преступление происходит, ну, это надо быть вы***ком у***анским просто. Типа, и думать, что это весело, и тебя не вы***ут. Вы***ут. Тебя не полицаи вы***ут, так найдётся такой же доксер, который тебя задоксит и сдаст полиции, на***. Запомни, на каждого доксера есть доксер покруче. Тоже вот случай был. Чел сидел стримером, на***, запугивал их, блядь, адреса скидывал, говорит, давай деньги или пи***ц тебе. Ну, нашёлся другой чел, который его слил. Я его спрашиваю, я говорю, слушай, а, типа, вот ты чем занимаешься, зачем? Он говорит, а меня вот эта тема заебала, говорит, просто. Меня, говорит, вот эти вот школьники бесят. Мне вот, говорит, мне прикольно добро делать. Я вот узнал вот этого ху***а, я его сдал, на***, всё, у него проблемы. То есть это, блядь, герой, ё***аный, реально. Добрый доксер, находит, блядь, у***анов, который ложные вызовы делает, и ебаешь от их, на***, куда надо. Какая-то справедливость, я даже поверил, справедливость вот от этого чела. Там чел на очко сразу подсел, когда у него все данные по нему появились. Просто он перестал угрожать, ни одному стримеру больше не писал. Выключаем камеру. На камеру нередко попадают фрагменты из личных стримеров. Я говорю, я хочу, я не знаю как, но я хочу лицензию получить на оружие, блядь. Я не знаю, но можно, но у нас нет закона о самозащите, чуваки. У нас в стране нет закона о самозащите. Это очень хреново. То есть если, грубо говоря, к тебе завалился какой-то ублюдок домой, и ты его ебал, ты присядешь. Да как есть-то, блядь, появилось? Серьезно? А как оно? Можете мне ссылочку какую-нибудь, ну типа, какая-то статья, что... Если есть такой, блядь, это ж охуенно. 37-я необходимая оборона. Ну вот, блядь, а как подчеркнуть необходимость, блядь, этой обороны? УК РФ. Это УК РФ же? Необходимая оборона. Не является преступлением причина вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны. То есть при защите личности и прав обороняющихся или других лиц, охраняемым законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства. Так это, по-моему, не в сторону меня работает и не в сторону вас. Это как будто бы для охраны какой-то, не? Ну короче, в общем, желание получить лицензию на оружие, но чтобы был закон, который позволяет самозащитой заниматься, не можно вообще не беспокоиться. Чтобы вот был кейс, там лежал пистолетик, блядь, в случае чего можно было бы достать. Но при этом, вон, посмотрите, как кое-где. Там все с пистолетами, блядь, и какой пи***ц происходит, да? То есть, хуй даже знает, что делать. А что, если речь идет о физическом насилии? Смэш Готт XXX стал фигурантом именно такой печальной истории. Доподлинно неизвестно, в чем была первопричина раздражения автором своей девушкой, однако в какой-то момент он попросил ее выйти из комнаты, и когда реакция от нее не последовала, он напрягся еще сильнее. Апофеозом конфликта стал момент, когда Смэш Готт приказал подруге метнуться за алкоголем и получил эмоциональный отказ. После этого он решил немного отвернуть камеру. Далее слушаем внимательно. Думаю, все прекрасно поняли, что стример приложил руку к возникновению этого злока. Через пару минут Смэш Готт и его девушка снова появляются в кадре, однако зрители стали обвинять автора в том, что он ее ударил, и недолго думая, молодой человек решил выключить трансляцию. Однако вскоре они вернулись. Подруга тихо плакала, а стример стал обвинять зрителей в том, что они довели ее до слез. Он пытался донести до нее мысль, что нужно замолчать. Внезапно в комнате появляется еще одна девушка, которая забирает камеру и приступает к обзору своей комнаты. К слову, пользователи реддита предположили, что это сестра антигероя. Давайте прислушаемся к тому, что происходило на фоне. Ну, короче, там, бля, сейчас спидят девчонку, епта. Короче, смотрите, комната моя разъебная. Ситуация очень неприятная. Парень, очевидно, бил свою подругу и совсем не стесняется это делать на стримах. Фейк, по-твоему? Блядь, да нет, конечно. Да даже если фейк, как будто бы хуй все равно. По ней же видно было, что он, походу, реально всек. Что же тогда происходило, когда трансляция была оффлайн? В конечном итоге из-за многочисленных жалоб канала Смэш Года на Твич был забанен. А сам он навсегда обрел негативную репутацию среди сотен пользователей всемирной сети. Центр айсберга. Блядь, я у меня такое, да, ну, у меня одного такое, прям какое-то тревожное состояние сейчас. Я вот этот видос смотрю, и у меня типа и сердеечко что-то сильнее хуярит, поняли? И я вот такой думаю, что это как-то прям вообще минус вайп. Но при этом мне ебать как интересно, то есть... Опасный донат. Я уж думаю, блядь, что ж там дальше будет, это половина только ебать. Одним замечательным летом стример по имени Раб Энди решил с включенной трансляции прийти в свой колледж на лекцию. Высоком искусстве. Когда он появился в аудитории, ему прислали донат, сопровождаемый очень опасным сообщением. Блядь. Это пиздец. Бля, вот я, наверное, помоложе был бы, я бы, наверное, поржал бы с этой ху... А сейчас что-то вообще нихуя не смешно. Примечательная реакция чата. Зрители рекомендовали бежать со всех ног. Кто-то был просто в шоке. Настолько жестко был соблюден тайминг сообщения и ситуации. А кто-то утверждал, что Раба Энди скоро застрелит полиция. Впрочем, смотрим, что случилось дальше. Люди расисты, ё... Вот вам расизм на лицо. Они повернулись и сразу бежать начали. Вообще по... Ой, он очень на Абу похож. Э-э-эм. Неба, моментально. Блядь, это какой-то второй уже расизм. Я помню, у нас такая же хуя была. Кто-то там, короче, ехал тоже где-то в маршрутке. И там тоже бомба, блядь, заминирована. Все такие смотрят на долбороба вот так. Ты конченый, блядь, вот так. Такой взгляд. А, у Макса в аэропорту. Не, иногда вот зрители вообще ебанят, конечно. Ладно, там смешно, типа... Там какие-то шутки иногда смешные бывают. Так что на реакцию. Вот мы тогда ехали с Лаской, блядь, в такси. И ему донат прилетает, блядь, с телефона. Высадите их, пожалуйста. У них нет денег, они вас обманывают, блядь. И таксист такой смотрит. И Ласка говорит, не-не-не, это шутки, шутки. Это все, типа, у нас есть все деньги, типа... Бла-бла-бла. Вот это было забавно. А остальное, вот это вот, блядь, с взрывами, это нихуя не смешно. Ух, это из попка, блядь. Я думаю, сейчас тут все в чате, блядь. Стримера арестовали в прямом эфире. Дело было в Вашингтоне, и по местному закону за подобную угрозу запросто можно получить 10 лет лишения свободы, или в лучшем случае штраф в 20 тысяч долларов. И несмотря на то, что изображение было выключено, стрим продолжился. И честно говоря, это сделало ситуацию еще хуже, поскольку зрители продолжили направлять провокационные донаты с озвучкой. Блядь, капец. А он че, не ебанат вырубить? И что по итогу? Согласно данным сайта BuzzFeed.com, рабоэнди отправили в тюрьму под залог 75 тысяч долларов. Стоил ли того донат в 4 доллара? Вопрос, конечно. Ебать! Охуенно, бля, ребята, контент сделали. Типа посадили. А им совестно вообще? Да, риторически. В 75к до баксов. Как будто он реально там что-то хотел совершить, блядь, это ж пиздец сколько. Свидетель. О приключении стримера Ice Poseidon'а рассказывал в первой части «Темной страны стримеров». Настало время продолжения. Впрочем, Поль Даниньо тот человек, который явно притягивает к себе неприятности. Например, однажды ему распылили перцем в лицо. То он вступил в конфликт с хейтерами. Однако следующая история выделяется своей мрачностью на фоне всех остальных. Однажды прогуливаясь и ведя прямую трансляцию... Бля, мне интересно, а чё... Ну вот, мне очень интересен бэк этого типа, потому что, ну это ж неадекватное поведение всех вокруг, и все почему-то пытаются ему как-то насрать. Может он чё-то пизданул, или, блядь, он какую-то хуйню унёс, или агрессивный, короче, вот что-то должно поспособствовать. Не может просто так люди доебывать. Или могут. Он обнаружил стол подтворения людей. Пиздец. Думаю, что комментарии излишние, ведь мы все прекрасно понимаем, свидетелем каких событий стал Айс Посидон. Пиздец, блядь. Джо Ортега, или более известный как Джо Дэдди 5... Чел живой, кстати, остался. Ебать. 05 завершил трансляцию, на которой играл в баскетбольный матч NBA 2K16 на своей PlayStation 4. Чё там было? Чел спрыгнул с крыши нахуй. Чё? Чё было? Но забыл выключить звук. На пятиминутном ролике, фрагмент которого вы сейчас видите, слышно, как Ортега кричит на женщину, предположительно его девушку, и всячески её оскорбляет, не стесняясь в выражениях. Эту запись услышали в прямом эфире тысячи людей. Да у меня, хотел сказать, такая же была. Я тоже пошёл с Алинкой разбираться, блядь, но без оскорблений, без всего у меня чат помнят. А я не помню, чё я разве***вался-то вообще. Ну я не пошёл такую хуйню мутить. На твич. Кричём в определённый момент дело стало принимать совсем уже жёсткий оборот событий. Судя по крикам женщины, в какой-то момент Ортега применил... Да не по рофлу, там чё-то... Чё-то пиздануло, блядь, и я пошёл разбираться на хуй. Насильственные действия понятно какого характера. По итогу тысячи людей... А, точно, яйцо в покем... Из-за яйца в покемонах! Я сумасшедший! Из-за яйца в покемонах! Я поэтому, кстати, если чё, не играю, видите? Очень часто я там не стримлю и ещё чё-то. Я, блядь, боюсь, что я думаю, пиздец. У нас какой-то... Мы не можем стакаться в играх, к сожалению. Прислали жалобы на канал... Я поэтому такой говорю, балдурка только, блядь, там. Всё, ебал. Только в приватке. Автора обвиняя его в изнасилование. Охуеть! Дело дошло до полиции, однако офицеры сказали, что аудиозаписи недостаточно для открытия дела и нужны показания жертвы, которых, кстати, и не было. Представители Твич не стали комментировать именно эту ситуацию. Однако вскоре после скандала сказали, что Твич обращается к соответствующим правоохранительным органам в случаях, когда существует реальная угроза неминуемого физического вреда или реального вреда... Да, мы, короче, ещё... Мы, короче, срались из-за покемонов, из-за яйца. Кто яйцо поставил на выращивание? Там, помните, Палворл? Там яйца можно было ставить, которые растут. Кто поставил яйцо? И там на меня всё полетело. Хотя я его не ставил... Ну, я не знал, что там это занято. И до меня просто допи***ли с нихуя на моём стриме. Ну, естественно, моё микро-мужское эго, блядь, оно надломилось. Это что за хуя? Я за что вообще получаю-то? А второй случай был давным-давно. Это когда мы с Татьяной Денисовной пошли играть в рафт. И я там говорю, да нет, блядь, так парус не работает. Да нет, блядь, он работает. Короче, пи***ц. Я не знаю, я говорю, поэтому в игры не играю. Это парус ёбаный тоже. ...людям. И предоставляет им информацию, достаточную для реагирования на непосредственный инцидент. Не, ну я никогда руки не поднимал, чуваки. Ну чё, блядь. VRChat это целый мир в 3D, где вы благодаря наличию гарнитуры в виртуальной реальности, таких как Oculus Rift, HTC Vive и другие, можете проводить время... А на меня? Конечно. ...в кино, в ресторанах, на дискотеках, вместе с игроками по всему свету. И поскольку это практически полноценная симуляция реальной жизни, появление какой-то... ...рэд флаг. ...либо проблемы, был лишь вопрос времени. В 2018 году на стриме был запечатлён момент, когда один из игроков... Ну вот тоже, да, смотрите, такой говоришь. Ну это рофл, не поднимал на меня тоже никто руки. Вот я б такой сказал, меня моя женщина бьёт. И весь чат такой, ха-ха-ха. Я б сказал, ну я свою женщину приложил, все такие. Ты чё, блядь? А в чём, блядь, разница нахуй? Вот такая вот, скажите мне. Ну тебя может женщина бить, блядь, вообще, вон, как беременна в 16. И чё, ты сильнее. И чё? А я не вижу разницы, если честно. Никто никого не должен бить. Если ты как женщина себе позволяешь, блядь, лупить своего парня, потому что тебе чё-то не понравилось, ты конченая. Это двойные стандарты. Кто-то, блядь, сильнее, типа. А кто знал, с какой силой я ударил? Или с какой силой она меня приложила? И чем, например? Какая разница? В смысле, вообще разницы не должно быть. Должно в две стороны работать. Ков испытал, предположительно, эпилептический приступ. Свидетели событий... Просто у нас, блядь, общество такое, что если насилие физическое проявляется в сторону мужчины, то это ебать, ха-ха, смешно, типа попустили. А если в сторону женщины, то ебать, ты мразь. Даже если пальцем ткнул, просто пальцем её коснулся. Всё, пи***ц. Ну это ж не норм. Вам не кажется? А у меня был опыт, короче, я... Это самое. У меня была знакомая, которая парня своего лупила. Прям при всех. И типа, она ругалась, и прям, ну, она пи***ла его. Причём, знаете, куда прилетит вообще. И ничего, блядь, все такие... Он сидит, блядь, хе-хе-хе. Кринж, пи***ц. Таких много, кстати, если чё. Я же в курсе. Про мужиков-то понятно, типа. Их доху***ц. Но девчонок тоже таких много, которые доху***ц позволяют. Что это значит? Ты играешь вокруг или ты фрил? Я себе ебануцца. Блядь, аху**ец. Ебануцца в лёд. Пи***ц. Блядь. А чё у него... Я пропустил всё. Я... Я не знаю, что делать. Это яркий пример того, что чем ближе метавселенная к реальной жизни, тем больше мрачных деталей... Приступ в неё проникает. Ебануц. Дно айсберга. Философские разногласия. Октябрь 2020 года. Что-то знакомое. В русскоязычном сегменте интернета стример белорусского происхождения Андрей Бурим, известный под псевдонимом Мелстрой, разбил девушке лицо в прямом эфире. Но тут я хочу сказать, я осуждаю, блядь. Но там очень забавная история вот этой взаимной... взаимного уважения друг к другу. Вообще пи***ц там, короче. Не знаю. Я поверил, честно, в нечто большее, блядь. Когда увидел, когда она к нему второй раз пришла, я такая... Поздравляю с днём рождения, там... Оставайся таким же классным, блядь. Я такой думаю, блядь, ну это пи***ц нахуй. Во всём по порядку. Хотя ситуация и начиналась достаточно безобидно, при просмотре уже возникает ощущение, что диалог закончится не очень хорошо. Мы обсуждали политику и в целом по Generation Gap. Ты знаешь, что это? Это максимально скучная тема, я знаю, что такое. Это максимально скучная тема. Ну ты попробуй задать весёлую, такую, которую можно развить. Ты же знаешь, как это? Ну, возможно, да. Ты даёшь течение. Дай ему поплыть. Ну это идёт больше от импровизации. Импровизации, да. Ну ладно, сейчас что-то я... Что-то ты не ок. Диалог сразу не задался. Андрей явно находился в не самом лучшем расположении духа. Градус напряжения стал нарастать по мере обсуждения молодыми людьми важных философских вопросов. Потрясла очком такая камера. Чья история? Кого? На задний план что-то смотреть. Мне не интересно, что там на заднем плане происходит. Ну мне вообще не интересно. Типа, сори, я б***ь вот так смотрю, я думаю, ну чел вот стримит, например, да? Вот, чел стримит. Типа, делает на этом контент. Не к тому, что он сейчас её приложит, это нихуя не контент. Я в целом говорю про тусовки вот эти. А всё остальное сзади, это просто пи***ц, как дёшево смотрится, б***ь, для меня. Ссори. В смысле контент? Ну к тому, что приложить женщину об стол, это не контент, если чё. Всех людей нам. Б***ь, не говорю, история человечества имеет цикличность, имеет цикличное понятие, которое зацикливается правильно или неходно. И что это, б***ь, значит, нахуеть? Что это значит? Да. Для чего? Потому что ты рада или неходно сталкиваешься с тупиком, в котором тебе приходится разобраться. Действительно, диалог стал заходить в тупик, и по итогу гостья по имени Алена Ефремова попросила блогера раздеться перед камерой в знак доказательства того, что у него красивая фигура. А ответ на это Бурим схватил Ефремову за голову и несколько раз ударил её о стол. Чуть позже девушка опубликовала фотографию окровавленных губ и сообщила, что стример сломал ей брекеты. Эта история попала в новостную ленту многих известных телеканалов. После окровавленная девушка не ожидавшая такого окончания вечера была вынуждена обратиться за медицинской помощью и в полицию. К заявлению в полицию 20-летняя пострадавшая приложила медицинское заключение, согласно которому получила телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга и ушибов, а против Мелстроя было возбуждено уголовное дело по факту избиения. История конфликта закончилась судом. В июне 2021 года стримера обязали выплатить штраф в размере, по разным данным, от 50 до 75 тысяч рублей. Стороны конфликта выразили разные отношения. Пиздец, да? Типа, как мало нахуй. Отношения к решению. Примечательно, что антигерои этой истории встретились как ни в чем не бывало на стриме через некоторое время. Семейные отношения. В комментариях под первой частью и в отдельном посте на канале зрители очень просили сделать обзор на следующую ситуацию. Отмечу, что по юридическим причинам не могу показать видео, однако запись по-прежнему можно найти в поисковике Ютуба. А че там? Стример из Челябинской области Габзавр и в миру Андрей Яшин в один не очень прекрасный декабрьский день 2019 года избил во время прямой трансляции собственную мать. Немного предыстория. Габзавр делает стримы со своей матерью Людмилой Юрьевной, которую подписчики его творчества знают как Людмурико, а также другом с Жекой Фонфуриком. Прежде всего, Яшин известен своими прямыми эфирами, во время которых происходит исполнение в жанре трэш-трансляции. За небольшое денежное вознаграждение со стороны зрителей Габзавр совершает много непотребных и провокационных поступков, в том числе и в отношении своей собственной матери. Однако, 1 декабря 2019 года уровень неадеквата в эфире превысил все возможные пределы. На видео взрослый мужчина сначала срывает парик со своей матери, в котором она часто появляется в эфирах, а после начинает бить ее руками по голове. После этого и Габзавр, и его мать пропали из кадра. В комментариях даже уже видавшие виды зрителей, посмотревшие ролик, были удивлены. Кто-то призывал автора успокоиться, при этом были и те, кто активно поддерживал Яшина в его, мягко скажу, экспрессивном посту. Многие, правда, не поверили в том, что блогер действительно бьет свою мать. Они решили, что это постановка для привлечения внимания. Другие же надеялись, что это видео обязательно дойдет до правоохранения. Блядь, он такой говорит, да я реально мать свою пиздил. Нет, мы не верим, что ты нам врешь. Да я реально ее тушил, блядь, говорю. Да нет же, ты пиздишь. ...и горе блогер понесет заслуженное наказание. Сразу после скандала на канале Габзавра появилось видеоизвинение блогера перед его матерью. В кадре они снова вдвоем, и Андрей говорит, что был неправ и извиняется перед матерью. Женщина, в свою очередь, говорит... Короче, это тот кадр, который вы, возможно, знали по одному такому вырезку, где он берет, короче, трусы своей мамы, желтые, и нюхает их. Бля, там, ну, там вообще пиздец в принципе происходит, нахуй. Тут это как бы, это, ну, трешанина ебнутая. ...что все хорошо и ничего страшного не случилось. Путь в никуда. Люди такие, о, пиздец, какой стример, мать пиздец, а вот до этого трусы нюхал, сосался с ней. Это вообще нормально для них, видимо. Неужели непонятно, бля, что, ну, там пиздец нахуй с нулевой уже был. Сиськи теребил ее. Да пиздец, ребята, я говорю, это полный пиздец. Владатель множества нелица... Был же, помните, короче, этот, э, такой чел, давным-давно, я не знаю, как он попал, он видос, что ли, на меня сделал какой-то. Ну, такое видно, что у него не все в порядке, очевидно. И я не хочу, короче, его им говорить, чтобы это... Мало ли что, бля, он еще там сделает с собой. Смотрите, кот на арбузе, мне так это понравилось, картинка. Кот на арбузе. Да, да, какой-то, короче, че... Кот на арбузе, посмотрите, мне так это понравилось, кот на арбузе лег. Вам не понравилось? Это вообще, я как увидала, это если че, ну прям, это, это, это вот эти вот два кадра. Значит, получается, и чел этот на меня выебался, выебался, он тоже стал стримить, стримил, стримил, в один прекрасный момент влетает на его стрим, бабка его, начинает на него орать, после чего поднимает свою кофту, достает сиську и говорит, соси, пи***ц, я тогда охуел, ёбаный врут. В общем-то, YouTube это пи***ц. В плане стримов. Приятных прозвищ, следующий антигерой айсберга, Влад Савельев, один из самых известных ударников трэш-стриминга. Да это я, ёпта, я перданул и обосрал свои эти шорты нахуй. Причем, акцент в рассказе будет сделан на эпичном побеге из Москвы. Неоднократно вводил в заблуждение зрителей своих трансляций. Например, по условиям спора с одним из донатеров, Савельев должен был похудеть, однако открыто забросил диету и на те 30 тысяч рублей с доната накупил себе фастфуда, которым наелся и растолстел еще больше. Авторитета в глазах зрителей не прибавило откровенно маргинальное поведение на прямых трансляциях, что логично вылилось в травлю антигероя истории. В 2017-м Савельев решает оставить позади просроченные кредиты, штрафы и в целом задается идея начать жизнь с нуля и вследствие чего переезжает в Грецию. Впрочем, хейтеры периодически доставали его и там. В начале 2023-го года хейтеры так и добили своего. Стримера арестовали греческие полицейские по подозрению в минировании аэропорта и после посадили его в местное СИЗО. Впрочем, летом того же года властями Греции было принято решение депортировать его обратно в Россию, где ничего хорошего Савельева уже не ждало. В итоге, 1 августа 2023-го года стример выпускает финальное аудио сообщение о том, что более никаких видео от него не будет и все его каналы и аккаунты будут удалены. Дальнейшая активность Ушла эпоха. Красава! В жанре трэш-контента оценилево на данный момент не наблюдалось. Зависимость Люк Джеймс Манды, стример твич, известный под ником Мистер Дэтмод, с головой уходил в мир виртуальной реальности. 26-летний молодой человек 10 декабря 2018-го года транслировал Фортнайт и чрезмерное увлечение игрой в конец вывела из себя его беременную жену. Жена Манды пыталась заставить его прекратить играть в Фортнайт и поужинать со своей семьей. В конце концов, не видя реакции от стримера, она стала кидать в него разные вещи, включая чайник. После чего Манды встал из-за кресла и в прямом эфире ударил свою беременную жену по лицу, затем повалил ее на землю. Во время инцидента ребенок пары находился дома и его крики можно услышать на записи. Ча ебанутая оба, блядь, Чайником в типа зарядила, получила ляпку в ответ. Бля, это фрики, блядь, оба, нахуй. Бездна. Друг друга стоят, а пузожителя жалко, конечно же. Лифт. Бля, мне тогда кажется, короче, знаете, что в этом мире все циклично. Да ебану каждому по долболобке, блядь, и наоборот. Не у всех, конечно, так, но вот иногда бывает так, смотришь на ситуации, думаешь, блядь, но вот эти точно друг для друга созданы. Вон, Ви, 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 и его девушка, нахуй, который, он сидел, что-то говорит, да иди ты, нахуй от меня, она у него тарелки начала пулять, блядь, хочу предупредить, что следующие истории будут связаны с летальным исходом их участников, и в целом они оставляют гнетущее впечатление, поэтому подумайте дважды, прежде, а может не буду смотреть, прежде, чем продолжать просмотр. Будем? Ну, блядь, да, про стримеров все-таки. Герой следующей истории Олег Элеватор, он же Виталий Бармин, он же Тейк Зелеватор на Твич. Популярный в прошлом, но не забытый фанатами стример, Бустер, известный своими рейджами и резкими высказываниями в сторону тиммейтов и хейтеров. Хочу ливнуть нахуй, это не игра ни хуйня. У меня нет фрифарма, блядь, это какая-то... Ну, лук, это что-то запикивание говняное какие-то. Это ебень полная, кунгам не мешает. Да это не линия, это какая-то хуйня вообще, полнейшая, полнейшая, трешак юбаный. Причем особый рост известности стал наблюдаться благодаря более 500 по разным подсчетам нарезок с агрессивной реакцией автора во время игры на доту. Эти нарезки были загружены на YouTube и во ВКонтакт. Поворотной точкой в карьере Олега стал 2017 год. На Твич ввели новую функцию Prime подписки, которые зрители стали обузить и накручивать платные подписки на канал Олега. В связи с этим его канал был забанен, что в свою очередь выбило почву из-под ног стримера и вскоре он стал сильно прикладываться к бутылке. Кульминацией пагубной привычки стало это видео. Дали цитирую информацию, которая была закреплена в группе Take the Elevator Mems в социальной сети ВКонтакте. 6 апреля Мне тоже казалось, что автор специально выбирает слова, где больше буквы R. Возможно, он практикует бляхезы. И с 7 апреля 2021 года были последние дни трансляций Олега Elevator. Трансляции были наполнены контентом с обильным потреблением сильнодействующего алкоголя в скобочках водки, в перемешку с пивом и битьем бутылок у себя в комнате. Также Олег разгуливал по подъезду израненный и сильно замырал кровью лестницу и коридор. Ебать, ты че показываешь ты, ебаный, в рот? Вот это блюр нахуй! 7 апреля 2021 года примерно в 15.00 батя приехал на квартиру постираться и забрать кое-какие вещи. Увидев беспорядок в квартире с битыми бутылками и лучшими кровью на полу, он не мог не отреагировать в присущем ему стиле, чем спровоцировал неконтролируемую агрессию со стороны Олега. Поружившись ножом, Олег бросился в ходе потасовки при самообороне нанес ему удар неким предметом по голове. Это немного остудило пыл стримера и батя тут же решил вызвать полицию, чтобы не дошло до поножовщины и кровопролития. Полиция прибыла на место и уже в присутствии Олег сделал еще одну попытку напасть на батю. Его удалось усмирить. Полиция также вызвала скорую, чтобы предотвратить последствия полученных травм. Прибывшая на место скорая помогла нейтрализовать раны и кровоподтеки на ногах, полученные в результате передвижения по осколкам бутылок с помощью кровоостанавливающих повязок. Однако их он тут же попытался сорвать. Настойчиво предлагалась госпитализация, от которой он отказывался в грубой форме. Посылал фельдшеров на три буквы. Все было засвидетельствовано, дабы не возникало Ты, короче, если отказываешься, то все. ГГ тебе. Заявление от родственников в сторону фельдшеров по врачебной халатности. Повязку он сорвал сразу, после отбытия бригады. Фельдшеры вместе с полицией пытались убедить Олега созвониться с матерью или хотя бы узнать или телефон. На что бы... Да я боюсь, блядь, сука, такую хуйню включать, сори. Получен ответ, она мне, как говорится на три буквы, не нужна. Батя, не желая обострять конфликт, покинул квартиру в сопровождении полицейских и оставил Олега одного. Олег делает звонок матери, в котором сообщает, что отец его ударил по голове. Мать, бросив все дела, идет на квартиру, в которой примерно в 16.00 обнаруживает мертвое, уже посиневшее тело. Вызывается скорая и полиция во второй раз для фиксации составления протокола. Начинается сбор материалов для возбуждения уголовного дела следственным комитетом города Находка. Батю быстро находит и отправляет в СИЗО в статусе подозреваемого в убийстве, так как именно он нанес удар Олегу. Тело отправляют на вскрытие для судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти. Спустя два дня Батю отпускают и снимают статус подозреваемого, так как были получены результаты вскрытия. Уголовное преследование прекращено за неимением достаточных оснований для возбуждения дела. Причина смерти стримера превышение допустимого содержания алкоголя в крови, тяжелая алкогольная интоксикация, смертельное отравление и алкогольная кардиомиопатия. Пиздец, блядь, вообще, ёб твою мать. Вот это подкосило типа после того, как канал ебали. А я помню обуз Twitch Prime вот этот. Кто помнит, мы же застали с вами вот это время, когда обузили. Более того, я вам скажу, что Twitch тогда не знал, кто, блядь, накручивает сам, а кому накручивают. Из-за этого приходилось поддержку писать о том, что сегодня в такое-то время мне ебали столько-то подписок. Всё это было пи***ное, естественно, кардерское. Защиты у Twitch не было никогда такой. И многие были в доле, кстати, если что, с этими кардерами, потому что таким образом через Twitch прогоняли грязное бабло. Ты отдаёшь 10% тому, кто, или 20% тому, кто тебе провёл сапки, а остальное оставляешь себе. И в итоге ты получаешь уже от стримера отмытое бабло. 20% от всего бабла вот этого. Самосуд. Как вы думаете, чем... Я шарю, потому что мне такое предлагали, мне такое нахуй не надо было, потому что что это такое? Я сидел, у меня 3 миллиона рублей на Twitch лежит. Я их скопил там за 4 года или за 5. И мне было 3, 3 миллиона было, там, 2 800, что-то такое. Мне было вообще так похуй на них, что они там лежат, что я такой, блядь, я не буду этим заниматься. Мне очень много предложений было. В том году очень много кто из стримеров это делал, которые сейчас, кстати, если что, тоже стримят, очень много. Более того, тут на Twitch такой пиздец происходил, о котором я бы не хотел вообще сообщать, в плане отмыва бабла. Я много чего знаю, но просто не буду это говорить. Что было, то было все. Отличился это с виду обаятельный мужчина. На фотографиях Алексей Макеев. Так а при чем здесь плюс реп от аудитории-то? Они сами знают эти стримеры, кто это делал? Кто? Кого-то, блядь, отъебали нахуй. Но кто-то остался еще. О, это, блядь, вот этот нахуй. Господи. Это стример разве? По-моему, этот чел уехал в Мексику и ходил там просто всех поносил. Вообще просто всех местных жителей. В конечном итоге умер от того, что его камнями и палками залупили просто. Я еще помню, какое слово он говорил, но, скорее всего, это оскорбительное слово, поэтому я не буду его повторять. Это, короче, я не знаю. Это тот случай, и зарезали его еще, кстати, тоже. Он же Алекс Тайм, уроженец города Электросталь. Сам антигерой далеко не глупый человек. Закончив техникум, Алекс Тайм торговал на бирже ценными бумагами с 90-х по начало 2000-х годов. За 2000-й год он заработал 37 миллионов рублей и стал жить на эти деньги. Он годами путешествовал по всему свету, а также имел свой бизнес. 37 миллионов рублей, ну, не так много, кстати, чтобы колесить по миру, нахуй. Египте Махеев работал дайвером. Казалось бы, жизнь не удалась, однако с 2012 года пользователем всемирной семьи... А, в 2000-м году. Ебать, так там... А там в 2000-м, наверное, доллар вообще по 20, наверное, был. Ух, нихуя себе. Ну тогда-да, слушайте, тогда-да. Я что-то подумал, что это на наше 15, блядь, даже. Ебанутся. Посмотрите, сколько рубль тогда был. 30 рублей. Я помню... Вообще-то 28 рублей, чуваки, я помню. Был такое? Я застал. Хотя я 98-го года рождения. Я помню, маленький, мне мама... Вернее, тетя, моя родственница дальняя, подарила мне, короче, один доллар. И мама говорит, это типа 30 рублей. Я говорю, ахуеть, это как? Одной бумажкой. Я не понимал, типа, как это работает. Думаю, ебать, как много. Но я маленький был, чуваки, мне было-то год, наверное, лет 5, наверное, вот так вот. Нахуеть мне, блядь, 100 долларов. Дети стало очевидно, что с ментальным здоровьем Алексея явно что-то не в порядке. Он активно выкладывал свои видео, в которых утверждал, что за ним ведется наблюдение. Однако стал он известным в широкой общественности немного по другому поводу. Далее можно увидеть то самое видео. Большой переполох в подмосковной электростале. На улице города появился крайне агрессивный человек с неуравновешенной психикой. Мало того, что мужчина нападает на стариков и детей, так он еще и сам снимает это на видео. Что записи выкладывает в интернет? Стало очевидно. А, был видос, короче, где он просто идет по парку, по-моему, если мне память не изменяет, поправьте меня. И он, короче, видит бабку, блядь, и просто берет ее, иди нахуй отсюда старая, и бабка там падает. По-моему, это он сделал. Даже самым нескушенным зрителям, что дела у Олег стали плохи, его собственные родители пытались убедить в том, что пора ложиться в медицинское учреждение и подлечить голову. И ты не появляйся в интернете вообще, он тебе не нужен. Сверни его и убери, иначе ты с ним, ты одурел, ты понимаешь, ты одурел. От этой жизни, от этого ныряния бесконечного, от этого теперь интернета, ты ведешь себя как неполноценный человек. Но если бы ты нас слушался, ты бы потихонечку вошел бы в нормальную вот эту нашу российскую жизнь, ввел бы себя как следует. Не знаю, вот они на лице сообщат, что еще будет. Да. Еще может милиция прийти. Так что... Изловили. Толкает детей маленьких, толкает старух. В конечном счете, Макиев не прислушивается к рекомендациям родителям и уезжает из России. И последние несколько лет проводит в Мексике, где снимал и выкладывал видеоролики, в которых безосновательно оскорблял местных жителей и высказывал угрозовых адрес. Из этого можно сделать вывод, что с переездом Алексей мало того, что не прекратил нагонять жути на окружающих, а я скорее еще больше преисполнился в этом виде деятельности. Также он демонстрировал явную любовь к нацистской символике. Это его задержали, а это его уже увезли. Заблюли на всякие. Своим поведением блогер быстро сумел заработать прозвище русский наци-лорд и неприкрытую ненависть соседей. Вон там его, блядь, уже задержали, блядь. Осуждаю все, нахуй. Алексей Макеев, 42 лет, кто был серьезно ударил вчера в конце концов, 19 мая 2017 года выходки гостя из России закончились попыткой линчевания. Толпа разгневанных жителей курортного Канкуна пришла к облежу, где жил Макеев, и начала настоящий штурм его жилища. Над домом запустили квадрокоптер с надписью на испанском. Здесь живет русский наци-лорд. Первого же вырвавшегося в помещение паренька блогер убил несколькими ударами ножа. Драка была зафиксирована видеокамерами. Погибшему было всего 19 лет. Макеев наелся еще несколько ударов другим нападавшим, после чего был обезврежен. Он получил серьезную травму головы. От гнева толпы и россиянина спасли подоспевшие полицейские. По итогу печальных событий Алексей Макеев был приговорен в Мексике к 37 годам тюрьмы и штрафу в 500 тысяч песо. Это чуть больше 26 тысяч долларов США. Он признан виновным в убийстве 19-летнего парня в Канкуне. Трагедия. Вообще фрик нахуй. Сейчас 30-ку сидит. Причем чтобы его получается сколько там было 20 тысяч долларов за убийство 20 тысяч долларов это вообще ничто. Это чтобы он еще ну типа это что там это до судебного чтобы он гулял 26. Ну как будто бы чуваки 26-ка долларов. Хотя погодите точно долларов или нет? Это залог или нет? Я так и не понял или штраф? А это не залог. Ну все пошел он нахуй. Короткая но очень печальная история. На стриме автора с никнеймом Энджел Волкс из соседней комнаты раздались душераздирающие крики. После того как он проверил ситуацию Энджел сообщил своим зрителям что у него только что умер родной брат. Чуть позже он выпустил видео в котором и рассказал что принял утрату родного человека и готов двигаться дальше по жизни. на этом ничего не понял почему я слышал выстрелы нахуй причина а он застрелился это стук бля ну пиздец вообще что происходит вот насколько надо быть во первых ну суицид это пиздец как плохо во вторых он это дома сделал при родственниках что у тебя в голове в этот момент было что ты все норм делаешь тяжелый видос согласен очень тяжелый видос прям ну пиздец какой тяжелый видос я что-то его посмотрел и ну какой-то надо после этого другой видос включить иначе я обосранный какой-то буду